я приветствую на прохождение игры под названием канцелярские товары и если честно реально не хотел играть но пару дней назад написали комментарий что арчи было поинтересно смотреть эту игру как ты проходишь от аду я ну то есть типа а и да мне вот решил попробовать сделать одну серию не знаю посмотрим как вам зайдет не зайдет и если бы тут оклик от лик так сказать по поводу этого видосика это комментарии лайки то продолжим автру и середе вот если нет он ну значит на этом как говорится и все так если ты давно играешь в эту игру можно включать это видео на те ничем не поможет так как ты понимаешь что здесь происходит а если ты просто ее скачал и не знаешь что делать и куда тут нажимай то давай начнем по порядку так снизу вот есть main меню нажимаешь на него и выбирай свой персонажа ты можешь сделать все пришельцы робота человека новой сделаем все человека на волосы борода усы будет к примеру вот так и вот так да все шикарно здесь можно в костюме можно без костюме он будет выглядеть у вас получается вот таким вот образом будет показываться у вас справа снизу в игре нажимаем подтвердить все мы создали с вами нашего персонажа изначально я хотел сделать робота вот это вот и на заставке будет ю тубе робот но увы не получится из-за того что если ты играешь за робота то у тебя нету там получается изначально сразу шлема ну то есть она ему не нужен так что будем играть за человека так нажимаем новый мир выбираем луну про марс европу и мемасы все сразу забываем из-за чего луна из-за того что здесь нет атмосферы и нету здесь получается штормов то есть на этих всех планетах есть шторм который может повредить ваши солнечные панели вашу технику которую примеру тоже повреждается и если к примеру вы там положили возле своего знаю там корабля либо дома какой-то вещь шторм и унесет ну и уничтожит так что лучше начинать с луны здесь конечно на марсе из-за чего прикольнее с помощью шторма можно заряжать и с помощью ветряков свою в этаке у батарею огромную но опять же солнечные панели рушатся это нужно устроить защиту я покажу это все как это делается но лучше начинать с луны так что давай нажимаем луну нажимаем easy из-за чего не играю нормал либо арт-кор без этого шоу здесь получится сложность идет то что у вас быстрее тратится кислород вы быстрее хотите есть пить и некоторые материалы там будут меньше в два раза к примеру добываться а нам это не надо так что называем easy и едем до записываю такие айды первый раз так что если что не так то греца ссоры так мы с вами приземлился приземлился выходим на луне становимся вот возле земли и что мы делаем просто останавливаемся зажимаем alt берем мышку у вас будет виновышка у меня нет у меня в бс и отключена ну чтоб она не мелькала по экрану и берем мышку и направляем ее на шлем и нажимаем открывается вот такое меню открыть шлем включить выключить свет пока солнце есть нам свет не нужен вот к чайм его отпереть шлем если мы нажимаем открыть шлем и нажать открыть шлем мы сможем открыть сейчас на данный момент мы не можем вот и тыркаю не получается но это чтоб случайно к примеру там мне открыть шлем и не задохнуться так что все разобрались да для чего тут шлем нужен дальше идут очки очки когда мы с вами сделаем они помогут нам получается видеть вот видишь руда к примеру лежит на поверхности дальше что находится не на а с помощью очков это будет как рентген мы сможем видеть где у нас будет находиться руда но там нужно будет сплавы супер а до них еще тоже далеково снега так что мы едем дальше скафандр нажимаем на скафандр давай разбираться что здесь у нас есть первый идет это баллон с воздухом это ваш воздух дальше идет баллон с углекислым газом если ты на него нажмешь я появится вот такое окно открыть то есть ты сбрасываешь углекислый газ иногда придется это делать когда ты долго играешь и бегаешь нужно будет этим переца заниматься дальше держим alt мы закрываем дальше идет у нас батарея батарея нужна для того чтобы у нас свет работал вот этот вот и фильтры фильтры тоже сможем делать так что это не проблема дальше у нас идет рунзак что у нас рунзаки изначально будет у нас и знаки будет вот такой вот баллон зеленый когда вы нажмете на джей на джей вы нажали и нажали пробел вы сможете с помощью ранца летать ну заходите построить огромное здание к примеру ну либо осмотреть территорию можете делать с помощью джей нажимайте джей опять падайте вниз возле земли опять же и нажимаете ну чтобы не разбиться с этим разобрались дальше идет таблеточка лечащая табличка если у вас что-то там время отравления либо углекислого за много надышались кушайте таблеточку и вы лечитесь но на данном этапе она нам не нужна я предлагаю ее скинуть вот сюда дальше левой кнопкой мыши берем планшет зажимаем переносим ее в это отделение берем нажимаем на планшет один раз открывается окошко и вставляем сюда навигатор и закрываем на хрестик всем теперь правой кнопкой мыши мы сможем с вами отслеживать маячок где мы будем находиться так давайте обратно положим возьмем маячок то где-то маячок у нас с вами должен быть включу а вот и маячок берем маячок нажимаем на кью становится маячок вот наводим мышкой что появилось вот так зеленая нажимаем один раз левой кнопкой переберем в руки планшет правой кнопкой мыши и расстояние 2 метра то есть вы можете спокойно примеру уходить куда-то далеко исследовать планету и сможете найти путь домой потому что здесь потеряться очень очень легко то есть не забывайте вот этот вот маячок примеру я себе был бы сейчас бы на марсе да и не забывайте выключать батарейка не садилась если еще был бы на марсе и пошла буря этот бы маяк унес бы он то есть был прошла буря унес маяк я включаю свой планшет здесь расстояние непонятно и куда идти что делать тоже ты не знаешь так что если вы на луне можете спокойно оставлять если на других планетах желательно сразу строить кибетку и уже там его оставлять так изолента зачем нам нужна изолента изолента клей коленка нужно для того чтобы чинить наш шлем к примеру давай нажму на джей подымусь повыше ну так где там и отпущу раз мы будем падать бывает такое что куда-то упали а не получилось не надо как-то разбить шлем в общем если вы разбили шлем и даже не знаю как это сделать значит а у нас не хочет бывает такие моменты что вы случайно себе разбили шлем берете в руки изоленту и левая кнопка мыши по моему если ошибаюсь вы сечените себе шлем но так как она нам пока мы здесь тоже не нужно мы сложим вот сюда дальше идет сигнальный огонь вам тоже он не нужен это идет переносная солнечная панель я тоже и не пользуюсь дальше идет анализатор атмосферы рано и сетевой анализатор тоже еще рано так что мы просто его сложиваем выходим вот сюда становимся опять к земле смотрим пояс шахтера что это означает если мы нажмете на пояс шахтера вот вы видите вот бур берем руки бур подходим к примеру к металлу правой кнопкой мыши включаешь ты вроде его собрал но она те не помещается на пояс из-за чего из-за того что ты не перенес этот пояс шахтера видишь на шестерочку вот я снизу слева вот сюда его переносишь нажимаешь на пояс берешь в руки бур и пробуешь опять об видишь слоте появилась так что не забывай если бы я надо будет что-то собрать хотя надо будет по-любому что-то собирать просто нажимаешь не собираешь себе металл д к этому тоже еще вернемся так давай сюда если у тебя сел к примеру бур батарейки берешь просто в руки кирку вот такая вот кирочка и ты сможешь с помощью кирочки себе домыть тоже руду медленнее конечно происходит но все равно хоть какое-то но действие есть все просто зажимаешь левую кнопку мыши и она у него собирает так возвращаемся обратно возвращаемся обратно так вот наша ямка едем дальше так возвращаемся к рюмзаку здесь у нас пояс инструментов если надо работать с инструментами переносим опять его на шестерочку здесь нажимаем на рюмзак мы закрываем открываем поясе здесь у нас идет дрель болгарка провод кусачки закрыли видим дальше униформа здесь в униформе у нас идет батончик бутылка с водой и кредитная карта кредитная карта нам нужно будет когда мы с вами построим получается этот как его спутник в тарелку и сможем вызывать с вами торговцев так что я вам сразу рекомендую взять кредитную карту и положить в один какой-то свободный бокс так маленький флаг маленький флаг давайте маленький флаг ставим сюда 1 и выкинем он тоже нам не нужен чтобы место у нас не занималась берем бутылочку с водой сюда ложим что у нас еще здесь есть свободного места к примеру давайте что-то заберем а вот совместа и батончик уложим тоже сюда из-за чего я так делаем сейчас за свет выключу пока мы сегодня нужен вот и в униформе вы к примеру там ушли далеко заблудились до либо у вас что-то со здоровьем там скафандр поломанный и вам нужно будет примеру там начинать все заново если вас персонаж откиснет то все что находится получается вот вот тут в униформе она все теряется давайте к примеру покажем положу сюда шоколадка включить свет и наша шоколадка тон-тон-тон-тон шоколадка шоколадка возвращая шоколадком и к примеру у вас ну что-то произошло до вы начали от кисать мы таки с ним наверное с вами вот тут в ямке у вас к примеру там сломался шлем до вы остались без шлема вы задыхаетесь так сейчас она таки снег персонаж вот видите да у нас поясе осталось шоколадка раз персонаж откисает возродится мы начинаем все заново нажимаем на нашу не форма нет бред а появилась опять не может быть погоди 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 раньше на легком уровне когда я мой персонаж откисал у меня это все полностью пропадала но кроме вот этих вот планшет и все остальное то есть вода бутылка у меня реально пропадала не знаем уж они пофиксили это я жарю давно не играл вот наше тело и она дальше таки будет лежать странно но все равно на всякие пожарные я вам бы изначально предлагал бы кредитную карту выложить потому что мало ли а все остальное у вас вернется в таком же состоянии до кроме очков если прям раз будет очки и есть тут разные костюмы то ваш костюм к примеру если у вас будет какой-то продвинутый он будет у вас находиться вот в этом месте да к примеру еще перед тем как строится у вас здесь же есть баллон с кислородом навод скафандр плюс еще у вас есть изначально вот белый баллон здесь у вас идет кислород здесь у вас идет вода есть вода должна быть до примеру если вы достали этот баллон с кислородом и начали его заправлять а ваш персонаж начал задыхаться ему что-то не стала подходить но бывает такое что и разная догонулась ты можешь спокойно и себе просто подойти также самое сюда взять кислородный баллон вытащить его сюда взять хорошую батарейку положить вот сюда дальше ты снимаешь шлем сейчас опять лишь наш персонаж от киснет да это долго происходит ничего не поделаешь бывает такое что дают к примеру те там нет возможности добыть кислорода либо еще что-нибудь просто вот так скидываешь на пол запоминаешь где-то это все оставил где мы это все оставили ахтами напомню по моему здесь это да блин в трех соснах заблудился так где наш персонаж а вот нас персонаж вот и все и вас будет можно сказать бесконечный доступ кислорода и батареек мало ли малыша без паники да не получилось к примеру вы играете на хардкоре вас не получилось забыть там кислорода либо еще что-нибудь просто можете спокойно так пару раз подкисать добыть себе кислород и жить спокойно ладно навозил он так поменяем сразу на хорошую батарейку плохую вам бросаем это всем потом утилизируем так что нам нужно нам нужно сейчас будет дождаться пока будет рассвет если не ошибаюсь то солнце у нас встает вот тут что нам нужно делать нужно опять же взять планшет навигатор и чего не надо не надо таблетками тоже не нужно не затрат на сферы тоже мне пока мисс не нужен потом мы с вами сделаем хороший планшет и можно буду засовывать таких два чипа едем дальше все с этим разобрались да что куда делать и как это все работает так что приступаем к самому выживанию так мы с вами берем железные каркасы с вами берем лист металла открываем рюкзак можем сюда здесь металла на буковку ед вы можете перемещаться между этими двумя слотами всем берем железные каркасы и изначально нам нужно будет построить с вами 5 кубов покажу раз три четыре пять сюда и 5 сюда все правой кнопкой мыши нажали появился куб правой кнопкой нажимы нажали исчезку берем теперь у руки металл нажимаем на пояс достаем руки горелку берем руки горелку нажимаем правой кнопкой мыши обгорел к загорелась вы же да это звук подходишь ближе желтый экранчик появляется зажимаешь левую кнопку мыши один раз все те пока мисс дальше зашивать его не надо полностью на изначальном этапе эти хватит и вот такой вот проходимся на это не все так быстро все выключаем не забываем у нас когда-то нажимаешь левом мыши на заболу вот 5000 у нас получается вот это вот топливо то есть она если потратится то есть дальше не сможешь делать сварочной работы и тебе придется либо строить станцию для того чтобы добывать вот этот вот получается это топливо но либо опять твоему персонажу откисать снимать шлем чтоб заново у тебя появился это топливо все разобрались до не боя выключать все берем газовую горелку положим сюда берем металл вложим обратно что нам теперь нужно нам нужна солнечная панель нас с вами здесь будет а солнечная панель нет ты вот солнечная панель базовая дальше идет зарядное устройство дальше нас идет высокий аккумулятор берем его и что еще твердотопленный генератор тоже нам пригодится подходишь к своей конструкции опять же ты просто разбирайся варе ты не сразу изначально не строишь базу я нужно понять сам принцип подходишь сюда нажимаешь правой кнопкой мыши буковкой буковка это как его где-то блин почему если ты колесиком прокрутишь примеру на себя хотя солнечная панель будет вот так стоять ну то есть смотреть только в одну сторону солнышко он кроме равно не будет у тебя заряжаться если солнце тебя будет сзади так что возвращаем обратно мышкой сюда и ему понять почему 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 шея выпускаю блин давно не играл а на буковку c буковка с на буковка с ты крутишь получается куда тебе нужно какую сторону чтобы на тебя вот этот провод смотрел все зажимаешь левой кнопкой мыши подходишь берешь стекло тебе стекло понадобится стекло вот у нас находится подходишь к солнечной панели и просто левой кнопкой мыши зажимаешь отлично если тебе к примеру нужно разобрать конструкцию берешь в руки ломик и ты снял стекло потом берешь в руки что нам нужно либо дрель либо была горка дрель и с помощью дрели ты сможешь снять ее но если к примеру там неправильно я поставил так что еще раз нажали стекло положили все отлично берем руки зарядное устройство нажимаем правой кнопкой мыши на буковку c а время сейчас я только сделаю это действие углублю немножко чтобы нам удобно было наблюдать за этим всем берем зарядное устройство буковка c крутим нам нужно чтобы переключать и был слева вот сюда его ставим берем в руки получается кусачки берем руки провод и правой кнопкой мыши нажимаем на провод на буковку c чтобы у нас вот совпало желтым видишь когда становится она желтым становится колесико мышкой крутишь туда куда тебе к примеру надо здесь можно прямой провод она будет получается изогнутый и на буковку c ты просто крутишь вот смотри и в каком нужном тем направлении на есть получается вот такие двойные тройные четверные все изначально взял повод ставил колесико на себя один раз на себя и крутишь каком направлении тебе нужно нам нужно вот сюда опять же нам буковку c все мы подсоединили берем батарейку для зарядки к примеру да я нашли мне тут скафандр вот у нас 79 вставляем ее сюда и не забываем что горело зелененьким будет красненькая заряжаться не будет зелененькая все работает едем дальше без кусачек примеру без кусачки если у вас будет в руки кусачки но если ли надо дом убрать провода убрали провода до убираешь из рук кусачки то ты не сможешь сделать некоторые манипуляции к примеру ты не сможешь там разводить переводить ну то есть любом случае тебе нужно чтобы у тебя были кусачки в руках так комиссии нужны убрали убрали едем дальше что мы строим дальше дальше мы строим с вами вот такой вот штуку а дай сюда и bp он нам нужен будет для того чтобы работали все наши приборы так нажимаем на буковку c и смотрим чтобы у вас стрелочка смотрела вправо все один лишний можно убрать берем в руки ломик берем руки ломик чтобы открыть бпшник подходим к нему и с помощью ломика открываем все у нас тут появилось место для батарейки которые я возьму наши где-то было еще до 1 батарейка если не ошибаюсь хорошие там где-то а вот и батарейкам берем батареечку вставляем наш бпшник берем в руки провод и ведем его нам нужно будет зайти отсюда то есть через вот этот вот выход через зелененький ты будешь заряжать с помощью солнечной батареи часто поймешь вот стоит солнышко когда ты подходишь солнечной батареи мы сейчас свет выключим я нашли выключить шлем и направляешься на батарейкам сейчас пока мы все по нулям но солнце когда встанет начнется получается зарядка во первых батарейки у нас 79 процентов вы видите да сейчас давай 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 встой солнышко мое вставай можно соками за закрыть думаю так 79 запомнили сейчас солнце начнет нормально работать так сказать ну ну давай пошла энергия не знаю то человек который написал мне комментарий что хотел бы смотреть от а до я ты за это имел ввиду то есть тебе вот такой вот контент нравится когда я рожевую полностью все я правильно понимаю как по мне я думаю это чересчур сильно нудно и долго не знаю я зайдет ли вот такой вот контент но солнечная панель ты работать будешь на солнышко должно подняться и она должна начать работать только не могу понять за чего она не идет давайте возьмем руки ломик попробуем снять и попробуем положите 5 а вот все генерация пошла видите 12 ватт и процента здесь у нас было 79 сейчас здесь должна пойти зарядка так что если у вас там что-то не работает просто подойти разбери и заново все сделай о 80 процентов все зарядка пошла едем дальше так и самое отсюда идет зарядка вот сюда в ппшник наш чтобы его включить нажимаем на зеленую он все на загорелась зеленая кнопочка вы можете закрывать и выпечник можете не закрывать я пока не закрываю но в принципе и так неплохо так мне нужен свет дальше мы идем датчик датчик это не то что это у нас тут находится давайте откроем я откроем посмотрим где-то в этой ямке это переносной электро генератор про генератор понял до этого нам еще рановато переносной электро генератора здесь нам нужен будет с вами получается если ошибаюсь нужно будет батарейка но пока еще рано нам нужно с вами где она находится так давай заберем провод это закроем что понимаешь и здесь пустая вот нам нужен автолад берем с собой автолад и берем с собой дуговую печь для этого слаживаемся в рун зак так вот потом берем с вами лист пластика и вроде пока мисс все возвращаемся назад берем устанавливаем с вами автолад я мы дай запрыгнуть дай пожалуйста запрыгнуть вот ставим автолад буковку c крутим ставим его где-то вот сюда чтобы вот эти вот получать за плюсик и минус смотрел на тебя потом что нам нужно подходишь к нему берешь в руки газовую горелку наводишься и видишь лишь железо в правую руку те нужно взять берешь и железо открываешь горелку газовую на правую кнопку есть выключаешь нужен четыре матка кабеля берешь в руку мото кабеля подносишь видишь подносишь желтым загорается зажал отлично выбираем мото кабеля берем руки газовую горелку и посмотрим что нужно лист пластика берем лист пластика нажимаем правой кнопкой мыши поехали все теперь смотрим что нам нужно нам нужно отвертка отверка то есть собрать а болгарка чтобы разобрать нам нужно отвертали даму руки отвертку опять желтым засветилось мы собрали с вами наш автолад так что нам нужно дальше нам нужно запрятать отвертку взять в руки мото кабеля и нам нужно будет с вами соединить час это все таким вот образом вывести сюда провод нет неправильно 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 пока можно метку но тихо 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 ну дай сюда берем руки провод там буковка c подымаем и ведем туда куда вам нужно камеру в эту сторону потом выравниваем да и сказал выравниваем ведем дальше поворачиваем колесико мышки делаем вот так вот и соединяем видишь соединить мы не можем из-за того что у нас в руках нету кусачки то есть берешь руки кусачку ты можешь соедини провод желтым загорается убираешь кусачки ты не можешь в любом случае когда работаешь с проводом бери в руки кусачку соединили 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 красным это идет отсюда энергия в этот автолад то есть помощью от него работает от зеленого ты передаешь так сама дальше энергию на следующие твои постройки то есть нажимаешь у тебя работает автолад нажимаешь вот на на желтый вот эту штуку и смотрим что здесь можем крафтить можем крафтить себе шлем скафандр железной каркасы до вы печи наборы всякие двери принтер электроники и так далее лестницы лампочки если посидеть почитать то можно разобраться что и как тут делает она пока мисс этого не надо вот выключаем не забывайте выключать пока миссия у вас идет энергия вот тут но и батарейки аккумулятора и от солнечной панели выключайте ваши все приборы нам нужно дальше у вас будет такая штука как набор новая печка новая печку я предлагаю вам на буковку c так где ты не вижу не вижу не вижу по моему вот так да вот с помощью долговой печи мы сможем с вами плавить металлы он то есть сюда получается ложится металл у нас есть металл где нас по и шахтер уроне нету потом надо будет добыть можем плавить хотя давайте наверное мы долговую печку с вами даже не знаю может сюда поставим или куда я поставить либо просто вывести отсюда шнур вот так сделать давай наверное мы тебя уберем с помощью чего дрель с помощью дрели мы тебя перенесем переносим ее сюда по моему так правильно все ставим сюда печку берем в руки провод берем руки кусочки и видим видим вот так вот хорошо то есть помощью этого всего действия мы сделали так что мы можем с вами теперь до включить на чем бы показать бы по поводу плавки металла ну давай покажем на примере вот железо на будем немножко железо подходишь сюда либо перетягиваешь кусок железа чтоб зелененький там было либо просто когда у тебя в руке будет металл до подходишь и ложишь включаешь нажимаешь у тебя начался ловиться первый твой металл процесс не быстрый когда вы там будет тебя 50 штучек так что вот у нас первый слиток металла что не знал можете принципе не переживать если будет очень долго все выключили дальше что нам нужно нам нужно сейчас будет сюда поставить еще одну печку которая будет работать на угля из-за того что у нас солнечная панель она маленькая и не всегда нам будет хватать так нам нужна газовая горелка нам нужен лес металла включили ну раз два если вы будете до конца держать то будет вот такая вот все зашитый пол теперь нам нужна печка тот стоп твердотопливный генератора выглядит он вот таким вот образом нужно будет подвести его подвести вот все дай так он будет выдавать нам с вами энергию когда у нас не будет примеру там хватать солнечной панели так видим провод так идем сюда и идем сюда все отлично если ошибаюсь и все правильно сделал она будет сейчас проверить сейчас добудем с вами угля переносим пояс закрываем открываем берем нам нужно будет добыть с вами больше знаете но для этого помните да нужно будет включить маячок включаем маячок идем ищем море а вот и уволь так добудем немножко угля он во первых нам нужен будет для создания стали этот оль и плюс для печки и берем металла немножко да я к примеру тут из да было не немножко металла либо еще что-нибудь я полностью все не забираю оставляю вот так вот чтобы я знал что здесь у нас находится больше можно дальше было копать так выбираем идем теперь смотрим если мы сейчас вытащим с вами батарейку потухла эти не работает то есть включить мы я моё сильно далеко отлетаю включить мы с вами не можем не хочет работать включаем твердо топливный генератор положим сюда уголь нажимаем на красную кнопочку чтоб зеленая была и по идее она должна заработать без батарейки давно не заработает стоили бы я что-то неправильно сделал стоим по ради power а это у нас идет не то понял значит я таки извиняюсь я ошибся нужно делать по-другому так по моему вот так будет правильно да ты вечно путаюсь так по моему через красный будет как раз именно то что нам нужно и она будет работать если я не ошибаюсь она да я вытащу посмотрю да пошло правильно в общем твердо топливный генератор чтоб примеру запитаться вот через красную все на правильно то есть через красную отдается энергия через зеленую находится все так что все через красные это если вам нужно генератор видите дальше мы включаем работает выключаем не работает все разобрались так опять же на записываю все одним дублем могу где-то ошибиться так что я опять же крис от таки извиняюсь все что нам нужно дальше нам нужно будет с вами во первых засунуть металл пусть у нас с вами плавится я нас по и шахтера вот он 32 пусть покойно плавится и вам нужно будет дальше с вами построить штуку под названием где-то 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 так двери набор автолад это у нас есть печь принтер электроники вот нам нужно будет с вами построить принтер электроники для этого нам нужно железо золото и медь пока мы здесь выключаем железо мы здесь на плавили нужно сейчас будет найти с вами золото и медь опять же берем бур на пояс здесь все закрываем не забываем проверить в андре 59 процентов батарейка мы с вами меняем отойди пусть дальше тут заряжается мы с вами берем бур в руки и ищем золото и медь для того чтобы построить принтер электроники так но на поиске а вот у вас сметь вот у нас медь на поиске может реально уйти много времени так для начала я думаю нам точек по 50 всего должно хватить если что потом еще сходим докопаем да 46 хватит мы шли задобыли так это вода пока мест тоже нам не нужно вот из-за чего я хочу построить себе очки но то и сделать очки чтобы видеть где находится у нас руда ну либо построить дип-майнер но чтобы построить дип-майнер нам нужно будет с вами улучшением а для улучшения нам нужен будет металл то есть эта игра про фарм фарм еще раз фарма так едем дальше 50 мне нужно теперь золото где находится золото честно и без понятия то нас медь до хотя один кусочек плана покатит ругать не буду плюс нам еще нужно будет серебро в дальнейшем так что это у нас серебро хорошо давай добудем серебро и нужно будет идти на поисках золото так серебро тоже давай 50 ним больше и теперь за это те наши завито скажите пожалуйста так нажимаем на рюнзак берем руки планшет и проверяем до 87 метров то есть нормально все работает сейчас мы с вами побродим поищем золото а если к примеру играть и там на сложном уровне бывает надо вообще трудно найти а вот и золото да тоже штучек 50 давайте сделаем так мало но я больше так 32 просто хочется еще один кусочек оставить на виду чтобы знать что здесь есть и можно будет дольше чтобы рвить 42 и еще давай один 50 все отлично вот представьте что к примеру не поставили маячок и куда теперь идти да вы недалеко ушли видно вон впереди у вас кримирует его шаттл но если вы далеко отойдете и когда на джей вы нажимаете поднимаетесь а вы не видите свой модуль а бывает такой особенно на марсе потому что марс огромный то вам пригодится ваш план планшетик сейчас мы приземлимся берем планшетик и 100 метров хорошо можно но в принципе планшет и прятать обратно я думаю мы с вами не потеряемся думаю с вами мы не потеряемся так да и выбраться да справа снизу вот у вас будет нарисован бутерброд и чашечка то есть ваш персонаж захочет пить и есть так что тоже про это не забывайте у вас конечно оповещать об этом будут но иногда лучше следить как и за кислородом таки за едой с водой так что где наша тут водичка а вот у нас водичка и еда берем водичку правой кнопкой мыши зажимаем попили все сто двадцать четыре процента хорошо берем шоколадку правой кнопкой мыши сто процентов шикарно едем дальше так мы с вами добыли добыли на были все что нам нужно подходим еще раз включаем и смотрим что нам нужно нам нужно железо золото иметь берем в плавку ложим железо золото иметь и ждем пока нас оплавится здесь мы можем пока миссию с вами закрыть так скафандр смотрим по поводу кислорода 4500 до еще хватает еще важную информацию забыл сказать примеру нажимаете f1 нажимайте у вас тут идет руку руководство по поводу всего толщику кримировать тут нужно есть вот железная руда до деревьев и так и древесный уголь кобальт уголь железо смеси смесь по поводу смеси это будет дальнейших сериях если конечно у нас с вами они будут и вот все можешь почитать есть конечно не полностью все переведено но плюс-минус интуективно можно я думаю разобраться так выходим здесь у нас тут фабрикаторы это вот какие у вас будет вот машины это у нас автолад у нас построены и мы будем строить принтер электроники принтер безопасности потом гидравлический изгибатель труб производства инструментов но никогда производства инструментов не ставил не знаю ракет таки вот здесь мы будем строить с вами ракету а выйти в двух по моему готовка еды и тоже что приготовление с этой связано дальше идут а газы какие здесь на планете то есть кислород углекислые летучие вещество вода и так далее спускаемся ниже это здесь у нас идут трубы баллонные компьютеры консоли датчики фильтры тоже фильтры сможем себе делать так самые слитки и и тарелки так нажимаем f1 опять закрываем уложим сюда железо нашим этот золото и нажимаем опять f1 смотрим по поводу руд у нас здесь с вами есть если не ошибаюсь день и находится сплавы и сплавы а вот слитки слиток астролой а слиток астролой а что это такое эти слитки нам пригодятся для строительства продвинутых вещей таксанки качки чтобы я мог смотреть улучшение и всяких там вещей вот у нас идет стандартные слиток железо до к примеру железо метод зашим еще с вами плавим кремень дальше идет слиток стали к примеру как вам нужно сделать слиток сталь до нажимайте на слиток стали и смотрите что у вас идет соотношение железо-уголь то есть получается три железо один уголь и у вас получается один этакий кусок стали ну либо 30 железо 10 угля то есть три к одному нужен слита к примеру там припоя смотришь железо 05 свинец 05 для этого тебя нужно будет температура 30 350 кельвинов и 1 м по то есть это тоже покажу как это все делается то есть если ты не знаешь примеру какое количество почему надо просто нажимаешь на его и смотришь серебро никель свинец 25 25 05 то есть к примеру нужно будет 025 и такой серебра никеля и половину специально 05 здесь все очень просто так же самое нужно будет следить за температурой но этому мы еще вернемся так что тут у нас все еще плавится оксли так железо берем вложим сюда вложим сюда вложим сюда золото до сих пор у нас плавится налогом так батарея работает ну давай печка давай чуть-чуть еще осталось так я думаю пока мисс можно лишнюю руду по поводу серебра положить сюда да и не забывайте если к примеру вы находитесь на других планетах с атмосферой есть бури вот это вот ваша станция она будет потихонечку исчезать то есть нужно будет снять вам ящик как снимается ящик берете заходите в рюмзак открываете поиск для инструментов берете в руку разводной ключ подходите светится желтый видишь зажимаешь левой кнопкой мыши ящик у тебя отцепился все берешь его вот за эту штуку и тащишь куда тебе нужно чтобы поставить нажимаешь к юшку так же самое с этим баллоном с водой к примеру зажимаешь левой кнопкой мыши баллона соединился левая кнопка мыши баллон соединился хватаешь баллон за ручку ставишь на к юшку вот сюда вставляется ваш баллон с кислородом здесь скрывается вентиль то есть вот справа вентиль открывается кислород пошел балл этот из баллона слева кислород перестал ну то есть переносишь к примеру нажимаешь на скафандр оксиген тут левой кнопкой мыши задерживаешь вставляешь сюда открыл закрыл ставил баллон все у нас теперь 7000 все очень просто так что-то у нас тут давайте скушаем таблеточку на всякие пожарные так золото нас до сих пор плавится надо зовут так всегда так было плавилось так что запомнили да есть примеру будет что-то непонятно как что делать и что для чего нужно f1 нажали и смотрите если английский знаете это хорошо если нету можно в принципе с помощью переводчика все перевести что куда и как так золото пожалуйста нам не хватит ли того золото которое она у нас будет сколько здесь 48 до хватит я думаю давай мне нужно иметь потому что серия так затянулась все давайте вернем золото на место реально нам пока мы здесь не нужно хотя но и перенесем мешочек ящичку нас будет стоять с вами вот тут здесь будем хранить наши силы это да по поводу солнечных батарей и если вы начнете строится к примеру железная каркаса да если вы начнете строится то рассчитывайте так что солнце вас встает вот тут или где она встает вот тут солнце нас за сзади да и она получается делает вот такой вот круг вот так вот делает круг и здесь заход то есть она делается такой оборот если здесь вы дальше будете строить к примеру здание вот такие вот высоченные то ваше солнце и солнечной панели будет работать к примеру вот до этого момента дальше идет тень дальше не работает то есть если будете строить здание строите его где-то слева то есть можете вверху так подниматься влево поняли да справа строить огромное здание я вам не советую из-за того что будете терять продуктивность ну вот к примеру если я сейчас его поставлю так то тень будет перекрываться запомнили до солнечная панель и справа здание все огромные постройки слева ну либо на крайняк там примеру на крыше на вашей постройкой либо как-то так рассчитывайте чтобы солнце у вас вот тут стоит она вот так идет вот и заканчивается здесь чтобы не было вот такой вот тени как здесь вот видите да что к примеру вас тут солнечная панель здесь находится а вот тут солнце и вам что-то мешает так ладно двигаемся дальше закрыли закрыли давай наверное нам медиа это и тоже должно по идее хватить сколько здесь 40 отлично сколько осталось 6 можем пока месь положить сюда выключаем чтобы не садила наша батарейка включаем наш авталат а и смотрим print электроники 20 железо 2 золото медь нажимаем на зелененькую если к примеру вы нажали на зелененькую и куда-то пошли она будет у вас вам печатать столько сколько у вас есть материала если вы хотите к примеру один просто предмет сделать но образного ряда вы поставили делать не знаю там авталат у тебя зиму себе сделать их таких четыре штуки четыре стуками не надо я могу что там ля 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 там вы как красиво пришельцы на поле и забыл чтобы этого не произошло просто делаете ставите изготавливать и на вот эту желтую стрелочку один раз нажали все вы перенаправили на другой объект и теперь у вас сделается авталат и больше ничего работать не ну то есть больше ничего делается не будет ну либо вам нужно будет стоять к примеру следите иногда бывает вещи делаются там по пять минут ну либо кабель нам вам нужно там буквально две штучки либо один и он там случайно что-то прохаботили и у вас на все уметь сделать за кабель так что запомнили до поставили производство если это конечно не кабель либо еще какой-то предмет который вам нужно много пример там железные каркасы можете нажать и идти спокойно и когда закончится материал она перестает его работать но так просто один раз вправо либо влево нажали и и всем так давай мы надо включим генератора на всякий пожарный склонность батареи 93 пусть работает по заряжает мы сейчас делаем здесь с вами принтер электроники и давайте посмотрим что у нас с вами еще здесь есть из полезного так это активная вентиляция нет нам нужно будет пассивная набор дверь вот есть пассивная вентиляция она пригодится нам для печки труба тоже пышник здесь металл металл это здесь у нас с вами семена хорошо шкафчик столы микровая печь фильтр аккумулятор набор воздушный фильтр это нам пока мы еще не надо кондиционер аккумулятор злаковый батончик бутылка для воды пустая да наверно хорошо и наша кредитка я не вижу самого главного нам нужна будет печка для плавки металла не такая а чуть-чуть продвинутая вот у нас приготовился предэлектроники ставим его сюда на букву цепами поворачиваем ставим сюда и ищем нажимая пишем так печка так дуговая печь нету набор печь набор печь набор печь вот нужно нам будет с вами набор печь хватать ли у нас хватает нажали нажали вправо и все идем заниматься берем в руки с вами пояс с инструментами берем газовую горелку направляем и смотрим что нужно лишь железо или железо на сами есть сделали моток кабеля едем дальше так есть дальше нам нужен вроде пластик без пластика да иначе нам нужна отвертка чтобы закончить это все отлично теперь берем руки мото кабеля берем руки кусочки и проводим с вами вот так вот и проверяем да работает отлично все соединили сейчас мы к тебе еще вернемся это у нас идет автолад это у нас идет принтер электроники в принтере электроники когда мы сюда нажимаем что мы можем сами делать можем сделать всякие сокеты чипы базовые солнечные панели дальше вниз опускаем консоли и самое главное вот моток силового кабеля это золото медь его лучше использовать вашей основной постройки они в этой так как он больше выдерживает и что тут еще склад есть труба генераторы твердотопленные генераторы которые у нас там установлен и так далее так все пока мы выключаем идем сюда сколько по времени 92 процента хорошо перед этим мы подготовимся для того чтобы к примеру плавить металл нам нужно будет труба нам нужно будет пассивная вентиляция нам нужен будет краник 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 если тут краник я по моему его видел ногу могу ошибаться и и упали на бог какой джей нажали так где наш кран 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 крана не туда чтобы у нас с вами был кран по моему нужно будет сделать сгибатель труб ладно сюда сюда возвращаемся так по моему гидравлический сгибатель труб нам нужен будет потому что здесь нету того что нам нужно набор труба набор труба то есть вот именно конкретно то что мне нужно здесь нету ладно тогда берем с вами гидравлический и тут он гидравлический сгибатель труб хватает хватает металла здесь мы с вами поставим еще один куб берем печку и выставляем ее таким образом чтобы наши стрелки вот шима наши стрелки смотрели получается вправо видишь да все вправо смотрит здесь устанавливаешь здесь нам любом случае нужно будет с вами подарить немножко там поймете из-за чего убираем закрываем берем в руки что нам нужно для этого раздавая ключ или железо хорошо берем раздавая ключ берем руки или железо по дистроида да потом а заводрил как все отлично низкий заряд а батарейка меня села нужно быть меня батарейкам у вас будет оповещение погоду этого меня батарейкам отлично убираем сюда убираем сюда сейчас когда мы сделаем с вами гидравлический изгибатель труб выйти как очень сильно долго и нудно найдет нам нужно будет с вами потом установить вот сюда пассивную вентиляцию во-первых а мы с вами не зашили забыл нам нужно будет зашить вот таким вот образом чтобы могли с вами установить пассивную вентиляцию нужно и будет на буковку c повернуть вот так потом сюда останется вставиться этот получается вентиль я покажу потом какой вентиль а вот отсюда будет у нас труба идти таким вот образом я думаю да или нет но пока мисс пусть будет так мне нужен любом случае сгибатель труб гидравлический 87 процентов хорошо поставим его сюда так пока мисс суть до дела может еще угляда будем нажить это он был туда неподалеку самое главное забыл забыл выключить наш маячок чтобы не садилась батарейка здесь тоже батарейка садится так что ребят не забудьте включаться у нас по-моему где-то рядом тут уголь было так что это нас металл да давай наверно металл добудем чуточку и добудем чуточку угля так как база в принципе недалеко я думаю мы с вами не потеряемся уголь нам понадобится для для печки и плюс для сплавов добудем еще зюита потом самое главное давай сюда тоже у нас свинец не свинец нам не нужен так дай мне 50 все отлично металла нету нету хорошо теперь что нам нужен нам нужен вот эта вот штука красная вот это вот летучее вещество если не ошибаюсь на летучее вещество она бы добыть буквально чуть-чуть нужно будет добыть вот такого вот синего льда с помощью его можно воду добывать и плюс в нем есть еще есть кислород так где наша а вот наша база сейчас погоди я думаю там уже и траглические изгибатели труп уже готовы так прячем идем сюда да отлично забираем на выключаем ставим тебя сюда нам в конце крутим установили собираем лишь железом болгаркам моток провода болгарка пластмасса отверточка собрали теперь нужен моток кабеля и нужны кусочки соединить 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 отлично теперь это мы все прячем закрываем чтобы нас это все не откликала нажимаем на красную кнопочку заходим и ищем такую вот штуку вентиль вентиль это вот вентиль нам нужно железо-медь окей у нас это есть подходим включаем аппарат нажимаем на вот этот вот рычаг и все ваши слитки выпадают так слиток меди если так железо закрываем нам нужно будет один вентиль подходим сюда ложим нажали стрелочку вправо ждем отлично забираем вентиль открываем закрываем идем к нашей печки нужно будет вентиль да тогда вентиль устанавливаем сюда мы берем в руки туда с вами дай мне кусочки снимаем руки трубу берем перенаправляем сюда берем руки вентиль ставим зачем это нужно сейчас объясню вот это вот наша первая изначальная печка на которой мы будем с вами ловить наши металлы но она упрощенная вот сюда ложится все компоненты отсюда они выходят здесь у нас датчик температуры и плюс давление что нам нужно как ее разжечь для этого примеру нам нужно с вами будет сделать слиток слиток стали до нажимаем f1 нажимаем на слитки слиток стали смотрим железо 75 углерод 25 углерод это у нас получается этот как его уголь то есть нужно три к одному берем что мы делаем зажимаем не туда нажимаем на alt нажимаем на рюнзак нажимаем на пояс смотрим три к одному то есть нужно будет 30 железо если ты нажмешь на железо левой кнопкой мыши с ним успеется делить кусок разделить на пополам то есть можешь отделить по одному куску и нажимаешь на делите не кусок у тебя в инвентаре вот 30 есть закрываешь нажимаешь на уголь и на тебе нужно будет 10 штучек все шикарно ты это разделил да давай мы сложим его сюда чтоб она пока мясничном не мешало дальше как завести печку берешь летучее вещество нажимаешь на его делаешь два к одному то есть делаешь раз два запустил нажимаешь на красную кнопочку берешь на лед 1 нажимаешь на красную кнопочку и смотришь у нас повышается температура видишь сверху давление снизу он температура идет 16 килограмм потом туда берешь ложишь железо ждешь и ложишь сюда уголь ждешь наводяйся вот на вот это вот окошко и видишь эти написано снизу слиток стали 40 штучек видишь нажимаешь получаешь слиток стали чтобы понять какая температура нужно нажимаешь f1 выбираешься так стали температура температура нужно получается у нас 900 кельвинов ну типа либо 100 как а смотри сюда где ты вот у нас температура 17 как а увидишь это килограмм или как называется опять же как раз подходит для того чтобы делать слиток вот либо 100 и выше и давление 1 м по либо 100 м по закрываешь и смотришь он у нас давление идет сама верхняя 3 и 3 31 329 328 по то есть подбираешь под это состояние если тебе нужно опустить температуру подходишь к этому причем открываешь и через вот эту вентиляцию видишь пошло сейчас будет опускаться температуры этого упрощенный вот быстро видишь выходит тепло все примеру тебя нужно достичь там 1 м по давление ты ждешь пока месяц она там 197 195 до просто перекрываешь смотришь вот 18 она продолжает падать иногда нужно будет это делать для припоя потому что припою нужно будет я у нас припои очень маленькая температура вот слиток припоя делается улучшенной печи нужно железо и нужно свинец нужно площадь за 350 кельвинов но от 350 по моему до 550 и давление нужно 1 м по температура 350 вот у нас наводишься снизу температура 7034 видишь я нужно 350 вот чтобы на тебя было температура 350 доводишь до 350 и смотришь оба давление было 1 м по сверху 1 м по то есть температура поняли до 350 550 максимум и так самые 1 м по то есть опускаешь 321 вот мы с вами почти добились того чего нужно вот такими темпами можно сделать себе в припой только я не знаю делать ли он здесь на обычной печки так железо и свинец 0 5 а вот здесь так не туда если у нас свинец так давай слиток стали положим свинец медная руда золото а мне свинца не туда надо как-то добыть свинца ладно с этим разобрались дальше он изначальной печкой мы можем сами делать обычные слитки это слиток по моему кто это константан до медь никель 0505 то есть берешь к примеру ем и берешь примеру 10 никеля и 10 этого меди положишь сюда в печку смотришь какая тебе нужна температура температура уйдет один как а и давление 20 м по то есть я нужно достичь давлению 20 м по чтобы защитить давление 20 м по берешь к примеру 2 к одному делаешь допустим так 2 ложи сюда да и один но только 20 и 10 и нажимаешь и смотришь эти давление растет нам нужно сколько 20 м по сможем тут 20 м по добиться по моему да давай еще один и сюда 2 нажимаешь на красную кнопочку и смотришь на давление до какой степени она растет ну таким темпами понял потихонечку просто добавляешь и смотришь а по ноте как раз было просто если я сейчас положу 20 и 10 она сразу чересчур сильно пойдет так что нам нужно для мити никель мити никеля я могу найти наверно не смогу найти сейчас мити никель это нужно будет идти искать так ладно спичкой разобрались это что к примеру ты подходишь тебе нужно там улучшить автолад чтобы улучшить автолад чтобы получить deep майнера тебе нужно будет делать металлы выплавлять нажимаешь f1 например у подходит сюда что нам нужно сделать к примеру автолада смотри железо золото медь это у нас к примеру можно добыть до медь железо сталь от стали припой нужно 2 стали и один припой выбрал до подходишь к печке нажимаешь и смотришь танк стали припоя стали у нас нужно один к трем припой не нужно железо и свинец 0 5 к 0 5 и очень маленькое давление очень маленькая температура и делаешь это ладно давай наверно пока мисс откроем пусть это все атмосфер уходит и остывает это нам не нужно что нам нужно дальше здесь у нас получается идет загибатель и труп дальше можно построить что еще кроме принтер электроники изгибателя труп так на f1 нажимаем выходим при котором танки инструментов ну пока миссион вам не нужен ракета тоже принтер безопасности тоже в принципе еще пока миссия она вам не надо вот эти сама главная автолад принтер электроники изгибатель труп для того чтобы к примеру улучшать чтобы улучшать принтер электроники изгибатель труп вам нужно будет найти такую штуку модуль принтера электроники вам нужна будет сталь электром константант и припои все по 8 грамма сталь 35 вы когда добуете это все и сделаете к примеру у себя там на печке либо на этой если не получится можно делать улучшенную печь она выглядит не туда опять нажимаю где наша улучшенная печка допустим сюда вот такая будет улучшенная печь но вам нужно будет сюда электричество в улучшенную печь и по моему нужно опять же если не ошибаюсь сейчас то печка 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 перила здесь должна будет быть улучшенная печь на по моему когда ты улучшишь автолад про наш я понимаю ты на к логические приключатели русский приключатель печка 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 так принес на кондиционер признать фолькс так перни то это полная остановка да по моему улучшена печь нам будет доступна когда мы с вами улучшим наш автолад вроде бы как бы если я не ошибаюсь для этого нам нужно сначала улучшить наш принтер электроники опять же нам нужно будет с вами диана вот модуль для принтера электроники нужно стали электрим константин припой это все мы делаем улучшаем предэлектроники потом такой же самый будет у нас для модуль для нашего этого автолада и потом для изгибателя труп и дальше появятся еще улучшенные печки потом тип майнеры и и все остальное тип майнеры такая штука которая будет добывать нам руду автоматически но до этого опять же далеко нужно во-первых наклепать много солнечных панелей дальше нужно будет построить какой-то халабуду какой-то домик ну любая уже если строится то выбрать какое-то место идти в этом направлении так что как-то так ребята не знаю взошла ли такая серия долгая нудно либо зашла если надо принципе можем продолжить но я же говорю но для этого нужно очень много лайков комментариев и взаимности если нет то в принципе на этом и вы уже не закончена из-за того что здесь нужно правда армить много металла по за кадром все это плавить а вы видите как долго это плавится золото даже потому что то строить изначально какую-то кибетку потому что если я просто начну строить к примеру не знаю давай железные каркасы да хочу к примеру здесь дом какой-то себе построить я начну тогда делать каркасы суда ставить ставить в эту сторону довести потом мне надо это все зашивать потом мне надо рассчитать куда я буду как и делать и буду ли это делать плюс расчета что мне нужна энергия в общем это очень долго и нудно так что все всем спасибо за просмотр и решать вам да да не не если что-то криться увидимся услышимся уже в других херах все всем мур-мур и пока пока